И так, всем привет, ребят, с вами Братор Прайм, и сегодня мы поговорим о 2018 годе, а что именно, ну у нас сегодня будет на канале Аналитика. Я даже сделал специально для вас скрины, вот такие интересные, вот на рабочем столе у меня находятся три таких вот мировых игры, которые мы играем, ну кто-то именно в одну играет игру, кто-то может в две, но поговорим об танках, в общем, World of Tanks, War Thunder и Проект Армата. И так же, какие же изменения в этом году произошли, и в принципе, что еще нужно доделать. В первую очередь, я хотел бы отметить, ребятки, это игру World of Tanks. В этой игре изменилась графика. Да, сейчас идет тест на тестовом сервере, тестят новую графику, я там ездил, я там катал, даже стримы проводил по этому поводу. Поэтому, World of Tanks, Wargaming перешел на новый движок, ребят. Да, но при этом геймплей остался тот же, с прыгающим прицелом, в принципе, с медленными танками, как бы в этом плане, то есть и рандомными выстрелами. То есть, ВБР на попадешь, ты не попадешь, пробьешь, не пробьешь. В этом плане, да. Я, конечно, надеялся, что в World of Tanks там, наверное, все поменяют абсолютно, и что-то будет похоже на выстрелы и сведения, и все вот это поведение именно башни, как поворачивается на Армату. Что-то вроде этого. Потому что в Армате это покруче. Но также еще есть War Thunder. War Thunder, в котором в 2018 году в этом уже введут. Помимо того, что там есть танки и самолеты, туда введут корабли, ребят. Да. Поэтому там будет всем обалденно. Вот. Даже если те люди, которые играют в Warships, вот, ну, я видел уже там графику и все остальное. Ну, последнее там не оптимизировано еще было, но тем не менее там все сделают. Поэтому, что я хочу вам сказать. Что движок в War Thunder обалденный. Графика там крутая. Но не только это ждет, а также ждет обновление движка, ребят. То есть, не то, что некоторые говорят, там новая графика. Не, нихрена, там графика, в принципе, старая остается. Единственное, что там больше всего раздражало, это в конце, ребят, когда ты стреляешь и видишь вдали деревья, они просто мерцали и влияли на глаза, скажем так. Да. Ну, если сравнивать прыгающий прицел в World of Tanks, то, блин, можно сказать, в War Thunder ничего такого прям нормального. Глаза не вытекает. Ну, вот один из скринов я заскринил со стрима Алконавтера. Ну, кто знает, кто не знает. Не знает, это не реклама. Говорю сразу. Просто как подборочка я вот сделал такой интересный скрин, короче. Поэтому, вот, что, в принципе, здесь есть. Сейчас там есть FXAA, именно сглажение. Вот. И именно вот эти вот вдали, ребят, вот здесь показывают, вот такие вот деревья, они блестели. На обновленном движке все это уберется и будет сглаживание TAAA, которое позволит, ну, в принципе, как бы вот и все. То есть, графон, видите, одинаковый, ничего такого сверхъестественного. Графон один и тот же. Вот. Единственное, что только все сгладится. Но, помимо этого, также текстурки будут еще немного лучше. Поэтому можно и сказать, что обновленный. То есть, именно связано, я бы сказал бы, с теселяцией. Если кто не в курсе, что такое теселяция, я объясняю. Это когда со стен выпирает, к примеру, кирпичики. Видно шов там. Вот именно вот такие вот моменты. Вот. Это называется теселяция. И тем более, как бы видно очень... Нету скрина, но я бы вам показал, не нашел скрин. Будут дома выглядеть еще чуть-чуть лучше. Немного там, 10-15%, но они будут лучше выглядеть и обалденно. Вот. Поэтому, в этом году вот и такую фишку вот делают. Поэтому еще хочу показать. Также, давайте вернемся, знаете, к чему? Именно я буду сейчас в первую очередь в War Thunder и World of Tanks. И закончу эпически арматой. Поэтому, что еще по World of Tanks? Который, в принципе, уже много лет. Не знаю, 7 или 8. 5 лет она пилилила. Это первая игра. Поэтому там очень много людей, в принципе, играет. И туда, ну, как бы оттуда не уходят. Тем более, им дали новую графику. У них прям аж прям слюнки текут. Поэтому им все устраивает. Геймплей устраивает. А если и графу завезли, так вообще бомба. Поэтому, что отметим. Ну, давайте рассмотрим графу. Я тут немного, короче, скрино вам наделал, ребятки. Поэтому, вот. В первую очередь, всякие, короче, такие столкновения. В плане геймплея. Вот. Столкновения. Взрыв. Дальше. Классно здесь реализован огонь. Вот он просто. Не то, что как будто там 15-20 фпс. И он лагает прям. А он так ярко, четко горит в World of Tanks. Просто картошка тут сделала вещь. Поэтому, это новая графика создана на движке Кор. Ребят, в принципе, какая разница, как он называется. Но, тем не менее, когда, вот, к примеру, вот, если взять Е-100. Едет. И видно, вот, вдали взрывы. Смотрите, как от выстрела поднялась именно столб такой. И растекается вода. Волны, то есть, идут. То есть, очень четко все реализовано. Но, не только это, ребят. Также разрушаемость. В принципе, тут, может, не очень плохо видно. Но, вот, это все. Вот, танки едут. Это все рушится. Не просто рушится, к примеру, как в Армате. Наехал на машину. И она, бух-бух, короче, и сплюснулась сразу. И все. А здесь, каждая часть отпадает. Каждое колесо отпадает. Багажник, стекло там лопается. Все. То есть, огромное количество разрушений. Вот. Поэтому, это очень бомбезно. Не просто, короче, как будто на 8-битке наехал. Да, как в Армате. Бух и все, и приплюснуло. Дальше, ребят. Ну, вот, именно здесь было фото. В общем, троллейбус. Или трамвай. Трамвай, да, здесь был. И вот это, что от трамвая осталось. То есть, вот части. Смотрите, что от него нахрен осталось. От этого бедного трамвая. Вот это он рассыпался. Просто на части. Шикарно. Вот по нему переехали дальше. Вот его. Выстрелили в него. И переехали. То есть, представляете, вот это все. Вот эта часть от трамвая. Это очень бомбезно в планету. Также хотел показать насчет частиц и реализации огня. Вот таким вот способом красиво. Не видно, конечно, анимации. Дали видоса. Ну, вот, что как горит. Но на стримах, если будете смотреть, конечно, будем еще по картошке стримы. Там все, в принципе, видите. Или есть на канале тоже стримы, где катал и все, в принципе, видно. Вот. И, конечно же, как реализовалась графика за последнее время. И переделались карты. То есть, вот таким вот способом. Была вот старая, убогая на бигвердловском движке. С которой уже выжили. Но поняли, что уже пора делать ноги из этого движка бигвердловского. Переходить на кор или там любой. Ну, выбрали кор. И вот из этого реализовалось вот это. Вот одна из фишек, что, в принципе, я, наверное, предлагал. Вот она, полноценная карта рудники. Такая сейчас. Вот. Тоже одни из частей рудников. То есть, старая. Вот такое. И вот теперь вот такая вот фигня. Что я, в принципе, предлагал еще до нындано в армате. Вводить спецэффекты. Где-то что-то там горит. Самолеты летают, стреляют. Чувство войны. Также вот этот пейзаж. Видите? Горизонт. Как на горизонте красиво. Ты едешь и кайфуешь. Просто смотришь то, что там на горизонте находится. Это просто бомбезно глаз радует. Вот. Просто охрененно. И вот, да, сравнить. Все равно убогое, да? Убожество, я бы сказал, короче. Такое себе. Вот тоже карта. Вот, смотрите. Вот так вот. И вот что вот теперь получилось. Есть разница, да? Небо и земля. Как солнце светит. Как свет падает, реализован. Не знаю. Деревья даже сами. Вот. Видно, видно. Все. Вот. Конечно, на скрынах, вот, прям не четко. Но, тем не менее. Вот тоже карта. Вот она была. Такая вот эта часть. Теперь вот такую вот стала. Вот тоже. И вот что получилось. Понимаете, насколько все более стало насыщенно. Здесь просто пустота. Смотрите, возле этого дома просто пустота была. А теперь этот дом похож на что-то. Ну, как бы вот так вот. Кувшины разные. Вот. Вот сам выпирает. Да, видите, вот эта вот теселяция. То есть здесь ни хрена нету. А вот здесь уже прям выпирает. Вот это теселяция, ребятки. Называется тема. Вот тоже карта. И, ба-бах, вот такой интересный вид. Но не только. Также еще, смотрите, именно вода. То есть лужи видны. Они прям в ямах здесь находятся. Тоже бомбезно. Классно. Вот, смотрите. И теперь во что этот дом похож? Бомба. Бомба, конечно же. Зелень взять. Вот такую. Тоже вот. Вот что она превратилась. Сейчас, в данный момент, на тесте. Но самая бомбезна. Это если смотреть фон. То есть чувствуется вот здесь просто, да. Вот видите, вот эту часть. Просто ни о чем шила. Но когда вот так вот, и здесь происходит чувство, как будто ты реально, там, война. Вот эти лужи, вот, везде они, опять же, падение света, тени реализован. Это просто эпик. И взять утес. Это у меня просто сердце кровью обливается. Какая бомбезная тема. Смотрите, на что похоже. То есть половина в тени очень классно. Очень ярко солнце. То есть туман. Вот это все сделано, конечно, от чешуей. Что там можно сказать. Вот, смотрите. Классно. Красиво. Приятно играть. Взять небо вот здесь. Смотрите, какое небо здесь мрачное. Да, убогое. И какое здесь. Видно, отличается, как синие. Даже пиксели не видно. Квадратиков бывает там. И огромные горы. Ну, вот на такую Грецию, типа, похожие. Да, там древнегреческие буги, там все дела. Здесь, вот смотрите. Видите, вот это никто не стрелял. Это просто прибоем просто бьет. Вода и прям вот так подымается. То есть очень красиво. Очень красиво, ребят. Поэтому по World of Tanks я хотел сказать, что красавцы, молодцы, сделали охрененную графику. И знаете, что самое классное в 2018 году? То, что они сделали графику. И то, что еще ко всему. Я на своем компьютере, у которого 1060 карта 6 гиговая. 16 гиговая оператива. А и пятый процессор, ребят. Вот. Я на всю катушку играю в эту игру. То есть я могу на ультра все накрутить. И у меня 60 фпс. При этом я еще могу стримить при 60 фпс. То есть оптимизация игра фон просто четкая пятерка. Вообще претензии. Ну геймплей... Геймплей тройка, ребят. Троечка из пятерки я не могу поставить. Потому что хреновый геймплей. Такой вот этот прыгающий прицел. Там, блин, жесть. Теперь дальше, ребят. Что самое основное? Переходим в War Thunder. Итак, что же есть в War Thunder? Все мы знаем, что там есть самолеты, есть танки. И есть охрененный движок. Поэтому я сразу же перехожу к новостям. И хочу вам предоставить новую тему, которая вот-вот-вот-вот. Прям вот, короче. Ребятки, смотрите. Статья 14 февраля. То есть это вчера. Подождуем рассказывать о новых возможностях нашего графического движка. DagoR Engine 5.0. Который мы собираемся предоставить игрокам. Итак, повторяю еще раз. Связано, что с движками. Кто не шарит вообще в движках. И что это такое. И все, которые пришли в War Mata и думают, это, блин, движок не бомбезный CryEngine. Типа там Crysis игра. Все только с этим знают Crysis игра. Все, будешь ни хрена не знать. Поэтому я говорю, что есть версии, ребята, движков. Разные версии движков. Чем хуже версия, тем хуже движок. Хреново оптимизированный. Мало возможностей. Ничего вы не можете на нем сделать. Просто, сука, максимум Марио сделать. Вот. И все. И косынку, короче. И создать альянс в косынке. Поэтому дальше. Что теперь ввели, ребята, эффект дождя. Эффект дождя я в краткости покажу. Не буду полностью видео, потому что за меня потом его там. То есть вы, короче, понимаете вот такую тему, да? Связанную с дождем. Вот это. Как лужи реализованы. Особенно вот здесь. Смотрите. То есть вот здесь будет, ребятки, эффект дождя. То есть по крышам будет стекать. То есть вот это вот будут вводить тему. То есть смотрите, насколько, в принципе, и так графон как бы есть. Да? Ну, блин, будут еще лучше. Поэтому. Следующая тема, помимо дождя, что там есть. Слойстый туман. Или сад. Ребят, смотрите что. Вот вот так вот, короче, реализован. Сейчас вот. И будет вот так вот. Даже облака немного там меняются слегка. Ну, в основном, короче, чтобы создать большинство погодных условий. То есть вы понимаете, что в War Thunder есть множество. Там, когда ты выезжаешь на полигон, к примеру, как в Армате, ты можешь выбрать вообще там вечер, закат, дождь, грозу. Блин, солнце. Блин, все что угодно. То есть то, что я тоже предлагал, в принципе, в Армате, скажем так. Вот это вот тема обалденная есть. Вот есть приблизительные скрины, ребят. Что там, как, куда. Как оно будет выглядеть. И еще раз повторяю, что здесь будет сглаживание, которое улучшит графику. И также улучшит картинку в разы. Ну, пока, скажем так, из всего, ребята, здесь, конечно, самая крутая графика со всех игр, могу сказать, точно. Поэтому здесь еще есть такая тема. Вот, облака и солнце в нашей игре получили собственную жизнь. Теперь облака движутся по небу, они просто висят над полем боя. Вот, солнце также движется по небосклону с востока на запад. Вот, астрономически корректно. Вот, поэтому, что, в принципе, ребят, происходит? Я хочу, чтобы вы в краткости понимали, как облака двигаются. И сейчас в краткости вам покажу. Смотрите на солнце. Вот именно на солнце, внимательно. Смотрите, оно поднимается все выше, выше. И смотрите, лучи падают на разные моменты. Оп, и поднялось. Смотрите, уже вот здесь, на высоте. А было вот здесь, внизу. Смотрите, как меняется, да? Вот, даже вот эта тема. Оп, 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 изменения. То есть, ну, разве не бомбезно, ребят? По-моему, бомбезно, когда облака живут своей жизнью. Солнце светит, меняется угол света. И вот, вот так вот, вот такая тема. Теперь хочу рассказать то, что в War Thunder одно из самых больших и бомбезных тем. Во-первых, здесь самый крутой движок из всех танков. Самая крутая оптимизация. Здесь, в этой игре, на 2018 год, у меня с моей системой, о которой я говорил, опять же, графика кино. На максималке сглаживания. На максималке просто все грёбаные спецэффекты, которые только есть. Не знаю, с введением, конечно, сглаживания нового TXAAA, как оно будет. Потому что, точнее, TAAA. Как оно будет, не знаю, может где-то что-то просядет. Ещё не знаю, не в курсе, но пока у меня всё тут в порядке. Вообще. Вот, если взять по тестам. И тем более, ввиду дождик, который будет, будешь ехать, и тут скатываться дождь будет. Я не знаю. Для такой графики все всегда задают вопрос. Один и тот же всем блогерам, всем вообще тестерам задают один простой вопрос. Блин, а у меня потянет. Блин, да чем круче движок и оптимизированный, тем круче он тянет на слабых машинах. Вы должны запомнить это раз и на всю жизнь. То есть, если, блин, даже крутая графика. То есть, она создана не на бомжовом движке. Вы должны это понимать. Прекрасно. И вас должно потянуть. Даже у вас на средних будет лучше, чем в какой-то другой игре на максимум. Графика. Поэтому здесь также есть самолёты, есть танки. И будут корабли. И плюс новые вот эти технологии. Ну, я не знаю, что сказать. Ну, что сказать, хрен его знает, ребят. Не знаю, что сказать. Просто нету, ребят, слов в этом плане. И, конечно же, в заключении я хотел бы поговорить об армате, ребятки. И, скорее всего, давайте, наверное, перейдём в ангар армата. Итак, ребят. Перешли мы в армату. И в заключении, конечно же, мы поговорим об армате. На 2018 год, что, в принципе, и прошли изменения. Скажу так, что сразу, что многие игроки хотели бы вернуть 0.18 обновления. Опять же, об этом вернусь. Потому что это единственная фишка, которая отличала проект армату от всех остальных. От World of Tanks, от реалистичности Тундры. И самая фишка, пиксель хандинг в армате. Очень многие любили, очень многие любили, когда танки быстро поворачивали, быстро башня крутилась. Хоть и сведение было хреновое, то всё фигня. При этом танки были манёвренные, бомбезные, ездили классно. И после выхода обновления 0.19 танки стали медленные. Танки стали не поворачивать. Намного хуже. Танки все расшили. Броня, конечно, ушла. Но мы опять же не будем об этом, а будем говорить об графике. Со всех игр, которые есть про танки. Не буду я брать другие всякие мелкие. Там Force танки и тому подобное. Это все детские танки. Мы берем крупные танки знаменитые. Вот. Здесь самая хужая графика со всех трёх проектов. Остальные два. Тундра и картошка. В последнее время просто сделала армату. Почему? По одной простой причине. Потому что они как-то продвигаются, делают, идут в будущее. Всё-таки у нас, ёлки-палки, 2018 год. А графика не тянет ни туда, ни сюда. При этом я что в картошку, что в тундру могу стримить 60 фпс и на максималку графику накрутить. То здесь, ребят, честно, я вам скажу со своей карты 1066 гиговый, 16 гиговый оперативы. И процессором, который, в принципе, слабоват, так поиграть я могу. А для стрима у меня слабенько. Арматы. Потому что движок всё-таки, мне кажется, хреновый. Или, не знаю, версия, может, или ещё что-то прям. Поэтому я покажу, на чём я играю и как я мучаюсь, в принципе, ведя стримы. Что мне надо, чтобы стримить 60 кадров было. Потому что любое лагание, мне это выстрел, непопадание. Мне это некомфортно играть. Поэтому я лучше буду играть с хреновой графикой, но буду попадать. Ну, вот я, смотрите, как играю. То есть, я играю. Текстуры у меня на среднем, детализация на среднем, вода средняя. Вот это частицы, физика, постобработка. Вот это всё выключено. Тени нахрен выключены. Средние эффекты, минимум эффекты. Тоже освещение выключено. Всё я выключил. И сглаживание со всего, что здесь есть. FX, SM, TX, AA, TX. Я ничего не могу поставить. Если я его влуплю, у меня будет 40 кадров. На 20 кадров я просто упаду. А если всё на всю катушку накручу, ребят, у меня будет, ну, 30 кадров. То есть, с такой вроде не дешманской системой. Вот. И, блин, не могу на Full HD экране, я не могу стримить. Понимаете, что? При этом, за последнее время, что не патч, то глюк, короче. То мышка откажет, то клавиатура отказывает. И всё время что-то вот отказывает, всё время ломается. Броню забрали. Вот, к примеру, наныли, что давайте уберём пиксель-хантинг. И что же мы получили? А получили вот какую хрень. Все танки сделали дырявыми ОБТ, ребят. Все абсолютно дырявые ОБТ, никто не может давить направление. Все их, короче, во все щели. И что при этом получили? Результаты просто ошеломляющие. Раки как не могли пробить танк, так и не пробивать. Так набивали 500 дамага, что с пиксель-хантингов, что без пиксель-хантингов. Что изменилось? Ничего. Поэтому, в первую очередь, из всех проектов, Армата отстаёт по всем параметрам, какие только существуют. По графике отстаёт полностью. По оптимизации отстаёт полностью. Единственное, в чём Армата классно реализована, это премиумные танки, которых у меня просто хоть жопой жуй. Блин, вот, Терминатор, в первую очередь. Дальше уже дошло до того, что один у меня купленный. Один я заказал. В общем, два Аймикса. Также, короче, ребят, серии Шарк. Танк красный, танк зелёный, танк синий. Потом два Стингрея. Я не знаю, что с ними делать. Один, ребят, Стингрей вот такой вот. Премиумный. Один Стингрей, ещё один. Я просто в шоке. Я думаю, скоро одни прем-танки у меня будут. Просто, смотрите, линии одни премы, премы. Штук уже 20 премов. Это меня, конечно, поражает. И тем более, слышал, что будут вводить пушку со 152-мм пушкой Армату. Точнее, эту Армату со 152-мм пушкой. Нормально, да? То есть, теперь будет ещё у меня, наверное, скорее всего, Армата вот такая. И рядом вот здесь стоит Армата премиумная со 150. То есть, мне кажется, скоро все прем-танки будут. Просто 10 уровня. Можно, в принципе, ничего не качать. При этом, здесь что классно, что, в принципе, танки качаются быстро. Танки, блин. По геймплею мне вот так, как Аркадчик я, всем нравится более как в картошке и как в Армате. Я, конечно, хочу, чтобы реализовалось в Армате тоже. Мне нравится, как, в принципе, танки по прямой ездят, как поворачивают. Не нравится особенно в БТ. Небронированность в БТ не нравится. Мне нравится в Армате именно как дымы, птуры летят там. Именно по прямой быстро танки вот ездят. Классно, короче. Деньги. Блин, я не чувствую здесь убыток денег. Это им очень большой респект. То, что люди могут, в принципе, качать. Режим такой есть, ребятки. Ой, этот столкновение. Нажал. Вот он, столкновение, в котором, в принципе, можно все густы включить и отлично. Все остальные вот эти режимы бесполезны. Вот это ПВЕ. Ну, не знаю, для детей там от 5, короче, до 10 лет, я думаю, вот это ПВЕ. Столкновение довольно такой нормальный режим. Вот это все остальное. Ну, ПВП, понятно. Ранговые, бои, хрень. Все остальное, в принципе, из режимов хрени. Одно только столкновение, более-менее. На прохождение, там, корривский кризис, тоже шило ни о чем. Нафиг никому не нужное. Поэтому надо здесь, мне кажется, в этом году как-то поднажать и сделать совсем другую тему. Не заниматься развитием танков. Строить. То есть, ведем один танк, ведем второй танк. Потом ведем прем-танк, мне кажется. А надо делать графику, оптимизацию, чтобы я мог накрутить на всю катушку. Не только я, а также и вы. Согласитесь. Я только что вам показал примеры, какая графика в тундре. Какая графика в картошке, которая просто, ну, тьфу, реально вздрючила армату. И везде офигенская оптимизация. Нигде нету всяких глюков, отказов мышек и всему подобному. Поэтому не надо штамповать танки, премиумные или обычные. А пора заниматься делом. Делать графику. Оптимизировать старые карты. Потому что ввели новые карты. Те, которые новые карты, они еще более-менее нормальны. Но старые, как остались барахло, так и остались они. Короче, с ними проблема очень большая. Деревья квадратные. И все остальное. Где-то там трава, где-то там по отдельности вот так, кусками. Поэтому надо бросить вообще. Танков хватает уже, если честно. Вот реально поставщики пока танков хватает. Вот. Хватает. Смотрите. Хватает на всем езде. Честно. Просто вот море. Море. Но, блин, надо заняться делом и реализовать графику и все остальное. Как делают, в принципе, в других играх. И все будет нормально. И ОБТХам не надо переделать все танки. Я предложил все этим просто напополам разделить броню. И сделать, к примеру, вот эту часть непробивной. Или нижнюю, или верхнюю. Без разницы. Чтобы не целая НЛД была, а просто часть НЛД пробивалась только. Чтобы чуть-чуть сложнее было пробить. Попасть сюда. А то стрелять вот сюда, по-моему, слепой. И даже 70-летний мужик попадет в очках, да или без очков сюда в лупик попадет. Понимаете, в чем беда? И нужна какая-то броня. Потому что ОБТС страдает. Ну, как бы вот. Такой 2018 год, короче. Такие мысли. Я высказал свое мнение. Чисто никого не обидеть. Никого там. Или так само там по проекту Армата никого ничего. А чисто то, что есть и с аналитикой. Сегодня была глубокая аналитика. А если, конечно, блин, что-то упустил, конечно же. Вы можете написать свое мнение. Что бы вы хотели. Может, в чем-то я не прав. Там без разницы. У каждого свое мнение. Каждый любит свою игру. Кто-то Тундру. Кто-то Армату. Кто-то еще что-то. У каждого человека разное мнение. Но сегодня была аналитика и четко разложена по полочкам на три игры на 2018 год. И что сделано. И что в других проектах делают. И что где-то не делают. И что бы надо доделать. И наступать на пятки своим конкурентам. Потому что конкуренция, она дает развитие и прогресс. Но в данный момент, к примеру, в Армате я вижу регресс. Регресс. Потому что в час, в два ночи я захожу, нажимаю в бой. А в бой не идет. А знаете почему? А потому что нету никого. Я нажимаю, а там нету никого. И ждешь 5 минут, 10 минут, чтобы зайти в бой. Хотя бы с кем-то, кто еще ночью с бутылочкой водочки там катает еще. Ну, поэтому вот так. Ну, на этом все. С вами был Император Прайм. Всем удачи. Всем пока, ребят. Да, пребудет с вами Сила Прайма. Ставим комменты. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Все дела. Отписываемся. Ну, врачи, вы в курсе. Все, нахрен. Всем пока. Давай-давай.